что то есть свечки у нас зажигания есть это у нас вот это налил небольшие ловится ну ловится такие вот ну как небольшой нормальный друзья попался вот это добренький езек около килости где-то идет идет друзья вот она красавица родная заниматься то можно таких ловить налимов эти один уж камеру смело сожрет друзья череда всем привет сегодня находимся на иршах вот и только человечек на поставушки ловит на динчиков сейчас посмотрим говорит попалась но посмотрим что то есть свечки у нас зажигание это у нас вот это налил небольшие ловится ну ловится такие вот пока крупных нет не но это тоже там нормально там вот они за килограмм на линчике очень хорошие ловится вот на вот таких вот короче дёршиков маленьких ловится такой налить и печень офигенно сколько уже проверили сегодня но они как стандарт это самораз сама четко ну мелковато здесь вот глубина может по кругу пока мелковато такие ловят ну чё будем ждать еще следующего результата друзья посмотрим что будет дальше да 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 ну как небольшой нормальный вот так вот ребята в омской области промышляют люди ну как промышляют чисто для тебя это жизненный образ образ жизни такой здесь это уже радостно самое главное оторвал то от нуля и пошел потихонечку ловить и решение того на упаде выпустили проглата на он заглотил прям но 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 вот он заплатил но сейчас можно и другую проверили тут еще 2 до 100 а 3 1 2 и вот 3 но но все ребята у нас вот так вот ставят вы друзья я как смотрю так вы палки ставите до самого дна и вам приходится раздалбливать а здесь просто друзья высверливаешь отверстие и крючком подцепляешь шнур вытаскиваешь и так намного проще и долбежка меньше сейчас вот за три дня или два два дня и вот чуть-чуть пол оборота бура и все ничего не замерзли нет уговорит это я что-то есть и не пролазит ядер ядер друзья попался вот вот это добренький езер вот такие ложки где-то да друзья так что если у вас нету допустим ерша ставьте червей и вы будете не в пролете ребята это уже приятный результат таких бы половить на удочку а в князевке таких и ловят на киртовке тоже заглох а вы вот так бог ладно еще три осталось вот ребятки и такой хорошим жарить это там то не откроет вот интересная же рыба блин вот ребята так что ставим лайки подписываемся на канал оставляем комментарии и завидуем молча и приспособлением потом выжитого тоже не вытащили мужик рассказывал короче щуку поймал на жерлицу или на блесну здоровая щука новую попалась крапивки он жил но все она там по 10 килограмм по нет так это было давно говорит в детстве еще и это полез говорит проверять а проверять кого вытаскивать крючок обоими руками залез отцеплять а народ закрыл она он как заорал короче она дергаться как начала говорит мне говорит хорошо услышали прибежали помогли она закрыла рота крючки то у нее зубы то острые в руку вошли и не открывает нихера они же у нее еще как бы назад зубы чуть-чуть вот эти верхние то а и десятка где-то говорит была она же у нее там пасть по здоровенной открывается и залез и все говорит а так бы посидел чуть-чуть бы может и кровь бы и зашел но да он горит молодой еще был неопытный да щуки я знаю что там хороший падного ожидания не туда все равно вот даже и трава какая-то цепляет но не сильно активны вот такой крючочек 6 килограмм да да это самое главное но 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 чтоб не сносило не поднимала что вы живые не подходит ну может дорожку надо же искать на него ладно друзья потом пойдем посмотрим еще в двух местах до есть двух местах еще будем надеяться что там посмотрите хоть порыбачить и в интернете отцепка и далее друзья крючок загнул как кольцо я такое даже не видел наматываешь вот так вот леску туда хоп-хоп и все и пошло так вот и все и выдрался крючок оттого я бы ничего не смог конечно выташка спокойно крючочек и все ну ладно друзья все продолжим рыбалочку по позе пойдем ершею пытаться поймать водоизмещение не менять и снимаю друзья второй день проверяем вот он красавчик небольшой вот вчера друзья я еще двух не заснял проверяли уже без меня мы ушли вы наверно забыли сказать что еще остались каковы нас так по-быстрому мы ушли я думаю заговорились так бы можно было и тех снять вот это получается за два дня я снимаю уже восьмой налим на камеру ваш это уже зачет это уже классно хоть и такого подержать то такое нежная кожица мягкая гладкая скользкая так вот лунки прикрывается такой льдиной вот опа и все и дальше проверять видите на глубину надо их ставить это уже на лимчик есть результат это нормально через пару дней я там видео загружу посмотрите ты берешь ссылку до вот или это вот я не взял как бы на сериале нет ну да ничего не знаю но может потому что мало их стоит так-то наедя можно вообще дофига наставить этих палок конечно можно там много перед ряда на все кого колючего и бака и на большой чете тебя надо еще замер что ли парень нет не видно зубами не клацаешь по выдаче короче водоема брюхи чтобы на них не ел так проверяем следующую луночку да друзья день перемена погоды перемена перемена вот что я думаю в любом же месте наедя можно ставить не имею в любом по идее у меня месяц уже осталось у меня короче 150 крючков я тебе не держу ставить чернее только надо все в магазине ерунда все в магазине ерунда все мало ну и 50 рублей надо кого-то срочно разочаровывать в рыбалке сказать да забрось ты это дело отдай нам червей а так тебе хик то отдаст у меня не лето вон магазин какой покупай на зиму только все Андрюха молодец поймал первую рыбки сегодня натянута что-то один ершик так еще осталось тут 1 1 до залегла не хочет болеет и болезнь зубы наверное меняет на ли он не но в этом то и не надо разочаровываться самое главное не вешать нос и ловить до процесс и не отчаиваясь продолжать свое любимое занятие я тоже я он могу нафиг в лес отходить недели две три ни одного не рябчика ничего один хихоешь километров по 5 по 10 обязательно а потом хобан и вышел в рюкзак кто-нибудь берега ну вот друзья сегодня результат 1 0 мушка ладно пойдем пробовать ловить живков сегодня у меня по планам уйти туда же где жерли состояли посмотреть поставить на налима ершей у меня есть на налима и на 6 жерлить еще бачков ладно давайте оттуда потом вот друзья еще с одним рыбаком встретили поймал короче таких 3 на линчиков но такие же как вот часу мужичка был один атаковать прям здоровенный блин ну вот так вот меня сейчас просто его покажу что такой вот я смотрите прям какой великан монстр монстрила видите какой прям классный налим вот так и заниматься то можно таких ловить на лимах эти один уж камеру смело сожрет друзья все ребятки у нас клюнула жерличка начинает на это проверю может быть просто ничего там уже нет как вы видите жерлица как неровно стоит но не тянет роге промазала ромазала ну чё друзья скажу я вам так первая жерлица скорее всего сработала по моей вине потому что вот этот вот изгиб на пластинки флажка на кончике не был загнут она была новая новый флажок был так что друзья не было у нас никакой поклёвки и зря я забил тревогу потом кто-то клюнул назад у меня был друзья азарт был вот сейчас сижу короче за танчиков одеваю вот дома живочка взял сегодня тепло у нас на улице примерно градусов может быть 6 может быть 4 на улице вообще кайфово не ветерка ничего нету вот видите деваю так живочка и делаю ему так вот тройничок в рот и он спокойно не проколот и он должен плавать у нас вот отпускаем его сейчас он ведь он начинает по лунке гонять гоняет так хоп-хоп и отпускаем туда это все дело с грузиком ну и следующее действие наше это вот поставить катушку отсюда поставить саму жерличку отсюда и отпустить смотрите вот она пускается спускается метра два с половиной три глубина здесь все вот ушло нет еще пошло он сам идет так и вот подмотаю на два на три так подмотая сейчас посмотрим глубину и глубина здесь вот ну около двух с половиной метра здесь два с половиной метра вот третья жерличка уже у нас поставлена друзья сделали мы короче 8 лунок под 8 жерлис короче ребятки почему потому что потому что у нас всего 8 живков с тобой вот так и повернем как надо что сбоку было видно что флажок если сработал то сработает брат у меня насверлил лунок и это сейчас пошел короче черпачком вычерпывать вычерпывать все лунки шугу всю а я вот занимаюсь поставкой жерлиц ну как-то так ребятки ладно посмотрим сейчас поставим жерлички чё ребятки вот здесь вот сработало но здесь может быть живок то что большой бы сейчас чуть-чуть подождем как еще начнет размазать может живок только большой в принципе вот так по течке нет есть щука щука есть идет 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 друзья а сошла сошла сука сошла прикинь хорошая щука была хорошая друзья килограмма наверно три было прикинь адреналин его надо было дать ей заглотить друзья но это надежда теперь есть что она тут есть ё-моё нифига андре прикинь а нашла ты не видел что я тяжело тянул андрей не заметил заметил прям килограмма три на ян такая была ё-моё она выплюнула его килограмм чека 3 так как более обалдеть но сейчас она может и на другую плюнуть андрюха давай щас побури пока отверстие мы сейчас на облез на попробуем мы можем еще и на удочку и поймать это уже что часто я подниму сколько смогу так как она разматывать будет сейчас перестанет разнота вот друзья у нас 8 жерлицу так стоит по линии сейчас мы с андреем решили на зимние удочки на блесенки по блеснить 4 луночки у нас есть сейчас как бы стоим облавливаем проверяем ждем работу жерлиц 8 штук стоит друзья пошла жерличка на размотку смотрите разматывается жерличка еще потечь идет 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 руть друзья вот она красавица родная братки братан ночью ребятки работала первая жерличка вот такая вот у меня братишка услышал что жерличка заработала начала размотку вести вот и получился удар такой ребята что это клюнуло ну короче вы сами видели что получилось вот на такого ротанишку братанишку друзья так они в ту жабру вытаски чё скажу вам друзья андрей да поснимать это моя первая щука в жизни на жерлицу зимнюю но я поснимаю ну вытащи чё-то тупить то андрей на камеру самая первая друзья сейчас пытался стримчик допустить и вот она иртышовская щука и щука друзья первая щука короче где-то ну под килограмм есть хорошая иртышовская щука на 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 вот и какая моя хорошая вот такой лайк ставьте короче всем привет короче солнце области вот вот такой вот монстрик у нас есть ну как то так друзья продолжаем рыбалку приключение у нас что надо ребятули сейчас посмотрим что у нее в пассе с зубами ну зубки у нее вроде бы пальцы нужно зубы друзья короче не шатается получается живок я его вытащил он не активный был он вообще какой-то как вялый он вообще не шевелился здесь на эти щуки я сейчас туда также сама отпустил и вот я не знаю что будет будет результат или нет но вот здесь короче состоит еще у нас 7 живков и будем надеяться что там хорошие прямо по живности они и короче взяли мы вот от берега метров наверное сейчас посчитаю шагов 1 метровые 2 3 4 5 6 7 8 8 метров грубо говоря берега вот смотрите вот так ну и все город тара омская область 4 декабря 2019 года привет всем и лайк ставим подписываемся на канал помогаем развиваться каналу если есть у вас возможность кидаем донаты друзья у меня губа конечно же раскатана я хочу всех купить жерли побольше вот если бы у меня сейчас их было 50 штук я вот пошел бы и все 50 штук поставил а так у меня всего 8 стоит но я бы как бы постарался поставить и всей как бы была бы интересная рыбалка у меня просто есть такой интерес по половице таких вот монстров но вот этот монстр примерно сантиметров но 50 точно есть 50 сантиметров даже больше ладно все сейчас вот брата сделаем на фотографии на память давай телефон все друзья 5 декабря решили сходить проверить жерлицы у нас такой вот провал лед провалил короче но и жерлицу не понятно ничего не поднято короче не открыт андрюха видал видал как треснул лед и вода пошла наверх хотя одна открыта жерлица андрей флажок открыт один такие друзья дела сейчас посмотрим чё там у нас да скорее всего никого там и нет скорее всего если сама не плюнула то она за ночь ушла но будем надеяться на лучшее друзья что тут есть что тут нет может и нифига и нету замерзла видаешь крышка ну-ка дай-ка мне сильнее это ну-ка сейчас посмотрим так вроде не промерзла никто не тянется как наверно размоталась стоп сейчас мы сделаем это да никто не тянется просто живок живой ты живой сейчас можно короче это по новой их поставить постоять если все домой ничего так вот друзья мы сидим с андрюхой возле жерлиц короче на ночь было бесполезно их оставлять что-то нифига не попалась но мое мнение это то что живки неактивные они живые плавниками шевелят но они не дергаются не плавают там неживучие они как бы ну неактивные второй мой вывод жерлицы за ночь не промерзли вообще мы их снегом присыпали не промерзли градусов сейчас примерно около 10 минус вот как-то так ребята так что можно было по моему даже их сильно и не засыпать снегом сверху чуть-чуть присыпать и все ничего страшного не было сейчас пойдем еще три штучки вот эти поднимем жерлички ото льда вот этот кругляшок то жерличный оторвем посмотрим живками чего и все посидим тут пару часиков посмотрим будут поклевки нет и надеемся что на рассвете будет и пойдем домой